великий гений ренессанса микеланджело бонарути расписал для ватикана две капеллы одна из них сикстинская обрела всемирную известность каждый год миллионы туристов выстраивается в километровой очереди чтобы ее увидеть вторая остается почти неизвестной даже многие искренние поклонники микеланджело побывав в ватикане могут так и не узнать о существовании так почему же об этой капелле так неохотно говорят даже 5 веков спустя после ее появления об этом мы узнаем в нашем видео я евгения кулешенко искусствовед гид по ватикану и вместе с вами мы будем открывать все секреты этого удивительного государства паулинская капелла находится в самом сердце апостольского дворца и носит имя своего заказчика папы павла третьего из династии форнезы очень часто его называют последним папой эпохи ренессанса павел третий завершить череду святых отцов из великих династий которые чаще ставили интересы своей семьи выше служения петру или заботы о благоденствии вечного города но как ни странно желая ставить как можно более глубокий след в истории папа римского этого непростого периода заказывали великие произведения искусства до вступления на папский престол павел третий носил имя александра форнезе и был братом джулии форнезе знаменитой любовницы александра шестого борджи благодаря ей форнезе и стал кардиналом а впоследствии удача ему улыбнулась и в 1534 году он был избран папой римским за почти 15 лет своего правления до 1549 года павел третий был во многом верен традициям заложенными его предшественниками борджи для ровера медичи он не очень хотел считаться с тем что окружающий мир стремительно меняется и этот период папства неуклонно движется к своему закату павел третий еще желал демонстрировать миру свою абсолютную власть и все же ему приходилось в какой-то мере считаться с действительностью он получил положил начало знаменитому тридентскому собору на котором будут пересмотрены важнейшие вопросы касающиеся уклада жизни католической церкви можно сказать что этот собор заставил ватикан повернуться спиной греху и обратиться к святости однако он приведет и к ужесточению правил для художников будучи одной из серьезных причин положившим конец возрождению но на большие уступки павел третий был не готов он создаст орден иезуитов на который возложит борьбу с протестантами и кстати постарается благодаря иезуитам сдерживать неугодную ему оппозицию в ватикане а сам посвятит большую часть своих сил и энергии укреплению домов арнеза в том числе через хитросплетение семейных брачных связей он даже умудрится породниться с карлом пятым женив своего внука на дочери карла эта политика потребует кардинальных преобразований в апостольском дворце центральная часть которого еще остается средневековой и никак не может соответствовать огромным амбициям папы поэтому павел третий поручил антонио да сангалу перестройку находящегося рядом с сикстинской капеллой царского зала и возведению капеллы паулина царский зал в ватикане исторически служил местом приема правителей государств и самым и самых важных и почетных гостей теперь из него будут открываться двери не только в капеллу построенную сикстом четвертым в пятнадцатом веке и носящие его имя сикстинская капелла но и в новую капеллу павла третьего которая станет новой капеллой пап и местом для конклава вся проблема сикстинской капеллы которая теперь должна будет лишиться своего статуса была в том что она носила имя другого папа архитектурные работы займут всего лишь год и будут завершены к 1538 а вот декорация окажется долгой и на удивление сложной микеланджело еще работает над страшным судом сикстинской капелли но папа уже знает что как только он завершит свой труд его будет ждать новый контракт в капелле паулина поэтому работы начнутся с царского зала для его росписи был выбран талантливый художник из круга микеланджело даниэля де вольтера который впоследствии прославится под прозвищем исподничника ведь именно ему придется прикрывать обнаженные фигуры микеланджело в сикстинской капелле некоторое время спустя мучительная медлительность в работе была вызвана разгоревшимися непримиримыми спорами об изображениях и их должном виде свободы у художника уже нет все эскизы и картоны должны получать претворительное подтверждение у заказчика но вот только заказчики сами не всегда могут договориться о том какими должны быть эти изображения теряясь бесконечных доводах консультантов и богословов чтобы упростить задачи и ускорить работу в царском зале отказались от религиозных изображений посвятив все фрески историческим событиям из жизни церкви но это ненамного ускорит его оформление роспись удастся завершить уже только в 70-е годы 16 века благодаря приглашению джорджа вазари но микеланджело эти ограничения кажется не касались его работы отражали собственный взгляд художника на веру иногда далеко уходящий от ортодоксальной линии и это он вполне продемонстрировал уже в сикстинской капелле его искусство отражало мысли его и его друзей виктории колонны и кардинала поля о том что человеческая красота это результат величия бога и нельзя его славить полноценно если эту красоту не демонстрировать прикрывать ее означает признать что кусок шерсти или кожи может превосходить в красоте человеческое тело цель искусства служить богу демонстрируя красоту его лучшего творения микеланджело смеет настаивать и на человечности святых ангелов убирая их неизменные атрибуты но и на этом он не останавливается даже демона на фреске страшный суд были очеловечены в них художник выразил людские пороги жестокость зависть ненависть как будто бы писал черную сторону души превращая свой страшный суд в сцену битвы добра и зла за душу человека его образы поднимали настолько глубокие вопросы что церковь обсуждала фреску страшный суд на тридентском соборе так как будто бы речь шла о богословском труде что в некой мере кстати было верно откровения микеланджело оказались такой силы что кажется история позаботилась о первых зрителях а те кто смотрел на эту работу специфический наклон стены привел к тому что очень быстро на ней образовался плотный слой копоти который скрыл многие детали и существенно уменьшил впечатление от встречи с фреской в первоначальный вид страшный суд привели уже только в двадцатом веке по приказу папы иоанна павла второго поэтому идея обратиться к микеланджело за росписью для новой капеллы была весьма рискованна и риск был совсем не связан с возрастом художника в 1542 году ему действительно было под 70 морально он был измучен уже ставший бесконечной работой над надгробием юлия второго но физически микеланджело был в прекрасной форме риск был в том что художник мог изобразить на фресках что угодно согласно контракту папа указывал только тему в остальном художник требовал полную свободу но разве это могло становить павла третьего который прекрасно понимал уже при жизни микеланджело стал легендой и каждый кто свяжет с ним свое имя обретет бессмертие капеллу посвятили апостолам петрам и павлу имена они принесли христианство вечный город откуда она уже разошлось по всей западной европе этот выбор внес себе идею универсальности римской церкви и главенства рима во всем католическом мире осенью 1542 года после завершения работ текстинской капелли микеланджело приступил к новой работе на левой стене капеллы паулина он начал писать обращение савла и написал его так как никто не решался ни до ни после иконографическим источниками ему служили строки из деяния апостола они рассказывали о фресии савле большом ревнителе закона моисея который отправился в дамаск преследуя первый христиан но по пути с ним произошло событие которое апостол сам опишет следующими словами когда же я был в пути и приближался к дамаску рассказывать сам о себе апостол павел то около полуния вдруг осиял меня великий свет с неба я упал на землю и услышал голос говоривший мне савл савл что ты гонишь меня я отмечал кто ты господи он сказал мне я иисус назарей которого ты гонишь никто из находившихся рядом не слышал его голоса и это событие положило начало пути савла впоследствии взявшего себе имя павла в вере этой темы касались многие художники рафаэль в своем картоне для орация предназначавшегося в сикстинскую капеллу решает это очень правильно сильный и зрелый солдат савл слева падает на землю над ним в лучах света изображен царственный иисус все вокруг смущены и растеряны у микеланджело все абсолютно по-другому наш взгляд мгновенно приковывается коню символу сильных и драматических событий таких как например война которая навсегда меняет жизнь любого кого она коснется для современника микеланджело эта деталь говорила о грядущих ближайшее время сильных переменах вокруг фигуры смятений из-за непонимания происходящего центр композиции занят христом его сложнейшую фигуру микеланджело пишет всего за три дня иисус изображен лицом вниз в движении к земле никто больше на это никогда не осмелится но именно христос превращается в источник живой энергии от него исходит мощный источник света который касается савла и связывает их но и сам савл изображен не по канонам обычно он представлен зрелым солдатом его доспехи отражает высокий статус в обществе но здесь в папской капелле перед нами старик испуганный потрясенный которому суждено стать самым ярым и непримиримым проповедником веры преследователем который он был еще минуту назад связь с христом микеланджело смог подчеркнуть и при помощи цвета красный самый неистовый после черного мы видим его и в одеянии христа и в мантии апостола все схемы создаваемые на протяжении столетия предшественниками художника сломаны симметрия равновесие перспектива все уроки греко-римских композиций отброшены на фреске павла центром становится иисус луч света идущий от него к павлу это луч духовности глубокой веры которая рождается и живет глубоко в сердце именно она и ничто более есть путь к спасению не иерархия не знаки земной власти не добрые дела только вера искренняя вера микеланджело мечтал о том чтобы каждый смотрящий чувствовал невольную необходимость утвердиться в вере но увы обращение павла вызвало негодование многих преосвященств которые заявляли что искусство должно иллюстрировать а не интерпретировать писание возможно очередная волна непонимания обвинения в идеях близких ереси а возможно и просто тяжелый труд привели к тому что в 1545 году микеланджело тяжело заболел и работа была остановлена две фрески размером 6 на 6 метров для художника справившуюся с текстинской капеллы сущий пустяк но работа над ними займет долгие 8 лет именно на этот срок растянулись 80 непосредственно рабочих дней самой капелли микеланджело кроме болезни в эти годы переживает и тяжелый траур в 1547 году умрет его близкий друг виктория колонна но папа павел третий намерен увидеть капеллу завершенной он отградит микеланджело от всех нападок в 1546 году художник возвращается к работе над распятием петра на противоположной стене источником на этот раз будет служить золотая легенда якобы ворогинского к теме и до микеланджело обращались многие художники но чаще результат был неутешительный согласно традиции петра распинают вниз головой и увы голова апостола часто оказывается ниже голов присутствующих что создавало некую несуразность проблему по своему интересно решили джотто на триптике стефанески в ватикане и филиппо липи в капелле бронкачо во флоренции но именно микеланджело привнесет в иконографию новое и смелое решение от простого повествования показывающего петра уже распятым художник переходит к моменту казни когда петр еще жив а зритель превращается в свидетеля происходящего уже не просто символ а действия жестокое дико которое мы должны пережить и почувствовать петр жив пока жив он устремляет на нас пронзительный взгляд его могучие пусть и старческое тело напряжено от невероятного усилия мускулы натянуты в ожидании жуткой боли рядом люди они с такой же плоти и крови что и петр но у них разные судьбы он мученик они палачи вокруг апостола пространство которое захватывает внимание смотрящего как воронка на горизонте нет больше символов рима есть только петр солдаты и простые люди чистой верой они говорят об искренней духовности которая наполнила души первых христиан напрочь сметены все атрибуты силы и власти новая капелла предназначалась для конклавов микеланджело оставил свои послания вновь избранным папам отринуть все земное отказаться от атрибута власти поставить на первое место человека его веру и идти до конца повинуя замыслу который уготовил бог для каждого в 1549 году работа кипела первые две фрески были закончены микеланджело подготовил другие картоны но неожиданная смерть павла третьего привела к остановке работ выбранный в паулинской капелле папа юлий третий несмотря на его личное расположение к микеланджело не смог противостоять сильному клану кардинала караффа отцу зарождающейся римской инквизиции который очень скоро и сам зашел на престол папы выбранный все в той же паулинской капелле и хотя он выбрал имя павла четвертого его политика сильно отличалась от предшественника павла третьего микеланджело был удален из папского дворца проведение конклава вернули в секстинскую капеллу а идеи непокорного гения постарались предать забвению